Мы в нашей прекрасной мэрии, в нашем прекрасном Тер-Авиве. Мы идем на крышу, на 12 этаж, чтобы... Есть там как спектакль такой, это называется артипо. Читают сказку какую-нибудь или рассказ какую-нибудь, но не просто так читают, а еще делают всякие занятия. Вы только посмотрите на мой прекрасный Тер-Авиве, нашего прекрасного города. А вот и море. Сегодня шесть вечера, но уже все бары полны. Ждем нашу пиццу, мы в пиццах, которая называется артиели. Абели, тебе понравилось? Я вас считаю. Ты была весома на крыше? Да. Что теперь мы будем делать? Пусть от пицца. Пиццу. Вот и наша пицца подошла. Белль скушала лук. Нет, она нашла лук и сказала, ой, мама, это лук, я не кушаю лук. Я сказала ей, только избалованные дети не кушают лук. Ты избалованный ребенок? Она говорит мне, нет. Я говорю, тогда кушай. И она попробовала и говорит, ой, я люблю лук. Да? Да. Правда или неправда? Правда. Недельный поход к Нормин. Если вы не знаете, кто такая Нормин, то вам надо смотреть наши следующие влоги. Все влоги находятся здесь внизу. Мы закончили нашу сессию и теперь мы на порту, Япон, идем кушать. Я веду нас в ресторан, который называется «Контейнер». Это очень-очень старый тут ресторан. Там, когда я была молодая, то мы приходили туда иногда на всякие выступления, всяких певцов. «Контейнер» — это там едят рыбу, там запах рыбы и выглядит это все как будто, ну, все по рыбачьему, в общем, сейчас увидите. Но это было очень много лет тому назад, я не знаю, как-то сегодня. Сегодня мы глянем на это и посмотрим, если он будет тут кушать. Я уважаю Яфу и порт Яфу. Я уважаю, когда пахнет рыбой, это мне напоминает всегда Грецию. Еще вы можете здесь пойти и прогуляться по водичке с какой-нибудь яхточкой. Недорого это стоит, 25 шекелей на человека. Все хорошее в Тель-Авиве и контейнер закончился. Теперь на месте контейнера строят тут проект какой-то. Будут тут кафески, ресторанчики, магазинчики. Тут есть еще одно место, которое называется «Азьякен Байям» — «Старики Мори». Богай смеется надо мной, что обычно я всегда проверяю у Гугля, и если бы я проверила в этот раз, то было бы написано «закрыто». Но я проверила, и было бы написано «открыто», честное слово. «Старики Мори» — это очень давнейший ресторан, все его знают, но как бы это 70% удовольствия. Вон там дальше такой видосик открывается на Тель-Авив. Я уважаю Яфу, потому что здесь прям пахнет историей. Вот прадедушка Борена, о котором я уже вам рассказывала неоднократно в моих блогах, он тоже впервые приехал сюда в Яфу. В общем-то, все, кто приезжал в Израиль в прошлом веке и в прошлом веке, все приезжали сюда, в этот город Яфу, там, где мы сидим. Это же так здорово думать об этом. Я так бы хотела нырнуть туда, как в фильмах фантастических. Когда город может возвращаться пару лет, пару, сто или двести лет назад, это было бы очень классно. В итоге мы присели тут возле очень скромного ресторанчика. Заказали рыбку, шрим, саламары, чипс и будем наслаждаться. Гулять, гулять, ребята. Все выглядело очень аппетитно, но я всегда забываю при таких ужинах, что это не для меня. Это не для меня все, это жареное, я не могу. Когда мы были в Лондоне, мы сразу пришли кушать фишн чипс в одном из самых лучших мест, и это просто не для меня. Я уже в том влоге тоже сказала, это не для меня. Я не люблю жареное такое вот, не могу много съесть. Ну, что-то маленькое, может, да, но так много жареного нет. Нет, нет, нет. Вот этот паяк здесь с 19 века, и он был построен. Он был построен еще, когда здесь были турки. Доброе утро. Сегодня у нас суббота, а это значит, что это самый счастливый день нашей недели, потому что мы все вместе идем развлекаться. Все субботние влоги у нас очень насыщены. Сегодня у нас в программе плодовой сад. Мы идем собирать овощи, а также мы потом идем в козью ферму, чтобы посмотреть на маленьких козочек и купить... Маленькие козы. Да, да. И погладить их тоже, и потом купить сыр из их молока. А потом у нас еще один пункт, но это пока что секрет. Так что оставайтесь с нами. Кстати, мы едем в Настеоне. Настеоне это в центре страны, полчаса Тель-Авива. Это очень молодой город. Во-первых, он очень-очень старинный. Поселение очень-очень старинное, но с 1883 года, это первая Алия. Городом он стал всего лишь в 1992 году. И говорят, что Настеоне и Реховод, они такие подружки, они очень рядом. Они говорят, что это очень-очень хорошие места для того, чтобы жить там с семьей. Как вы знаете, мы очень преданы Тель-Авиву. Мы проезжаем Яфа. Вот это один из самых классных отелей. Называется Сетай. Есть такая сеть. Но говорят, что Сетай на Кенерете, на севере, не очень удачный. Мы начинаем с овощей. Мы идем собирать овощи, пакетики. Потом мы пойдем в лабиринт кукурузы. Потом сделаем питы. Здесь у нас помидорчик. И не есть много. Смотрите, кто это? Кетто. Ёпи! Что там у нас, Аннабель? Что там? Багалазан. Ууу! Смотрите, какой милингчий. Это место. Это место. Это место, потому что мы очень тяжелыми. Смотрите, я бы не очень. Главное. Смотрите, возьми бакет кукурузы. Хорошо. Смотрите, это место. Маба? У меня есть кукурузы. Вы можете купить его. У меня есть кукурузы. Кукурузы. Вуау. Аннабель собирает нам листочки манголдат для нашего куба-хамуста. Да? Да. Орожай. Термейдиом, лабиринт кукурузы. Кукурузный лабиринт. И кукурузу тоже будет собрать. Хозак, Лион. Хозак. Малимата? Мабель, диспенсиат, и Лион, и Тирас. КОЛА КАБОД! Трактори. Акнессияшим кибуцем. Трактори. 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 трактор на котором мы ехали. Теперь девочки будут готовить нам питу. Кое-кого! Наслаждаются своими выпитами. Да, Аннабель? Да. Здесь у нас свежевыжатый гранатный сок. Вау, я кушаю сейчас помидорку, которую мы собрали. Она очень вкусная. Теперь, ребята, мы будем собирать кактус. Это вкуснятина, но нет, мы не будем это собирать сейчас. Это почти как питая, как драгонфрут, так и чуть по-другому. Очень вкусная, да? Тут очень-очень много кактусов. Мы приехали сейчас. Называется Натаим, это Мушав на русском поселении. Это поселение здесь с 1932 года. Это поселение, а не город. Тут красиво. Мы идём сейчас на ферму козью, чтобы погладить козочек, покушать сырочек. Там есть у них йогурт очень вкусный и у них есть что-то. Это не они, вы думали это, но есть в Израиле. Это очень-очень вкусно. Всем советую купить, если найдёте, потому что не каждый продаёт. Это называется Эвен йогурт, то есть камень йогурт. Это йогурт, из которого делают камень, а потом этот камень вы можете подтереть на тёрочке в салат с листьями. Это очень-очень вкусно. Или, ну я думаю, что ещё есть применение, но я пробовала только с салатом. Это очень вкусно, это такое солёненькое, кисленькое, а не солёненькое. И даёт очень-очень вкусно. Тема называется Deer Nina. Это, навредите Deer, это сарай, там где живут свинюшки. А на английском Deer это Дорогая. Дорогая Nina. Такая игра слов. Запах. Хороших какашек. В Израиле есть много ферм таких, и есть одна очень классная ферма. Она находится на севере, называется Швилахалав, молочный путь, как в космосе. Там вам делают экскурсию, вы кормите с детками из бутылочки маленьких телят. И потом дети делают масло из молока и готовят шоку, горячий шоколад. Но это находится час половины Тер-Авива, и да, мы туда поедем, конечно же, в одну из суббот. И там рядом тоже самое есть, тоже собирают овощи. Есть ещё там что-то, что называется ферма специй, и там собирают специи. Очень-очень классно. На самом деле есть очень-очень-очень много чем заняться. Надо только свободное время и хотение. Кто-то очень боится этих козочек. Муж подарил мне жасмин. Это нереальный запах. И на фоне с этим запахом его очень трудно почувствовать. Ребята, это козёл. На иврите это не так просто, как на русском коза и козёл. На иврите коза это эз или замуж, можно как-то сказать. А козёл это тайш. А их ребёнок это гди. Теперь мы хотим купить несколько сырочков, йогурт. Козёл. Они нет. Они не хотят их. Так. Мика. Мы купили всяких очень-очень много-оченьких вкусных шах. Они купили. Это пикантин? Нет. Это пикантин? Это пикантин. Пыкантин. Это пикантин. Это пикантин? Это пикантин или пикантин. Кстати, мы купили этот сыр, который называется чешкеский. Чешкеский. В общем, на севере Издая есть население, которое называется Бейт Кама, если не ошибаюсь. Там живут черкеси. У них тоже есть ферма, где они делают сыр. Вообще, на севере есть очень-очень много классных пунктов, посетить с детьми, без детей. Очень-очень там целый мир. Но проблема, что это далековато. Но это нас не остановит в следующий раз. Просто есть несколько вещей рядом, мы сначала это сделаем, а потом на север. То есть я кушаю сыр с перцем. Очень вкусно. Мы пришли в Лиционе. Внимание, сейчас только час дня, мы вышли из дома в девять с чем-то. И мы уже были в трёх разных местах. Такой вот он замечательный Израиль, очень маленький, но очень-очень интересный. И вот это наш сюрприз для наших девочек. Тут кроме баулинга есть ещё много-много развлечений для детей. Вы заряжаете карточку, и потом сможете делать что-то. Вот мы тут будем. Смотрите, какой милый баулинг готов для детишек. Конечно, наши имена совсем не так написали. То есть наши, да, но девочек нет. Но это не страшно. Маленькие шарики для детей. Аплодрана на нами? Для взрослых. Ситуация вышла из-под контроля. Погнали посмотреть на лампочки, потому что нам нужна лампа. Берём такое в наш дворик с саларной гриляндой. Вот такое надо в каждом доме. У нас, не знаю, три или четыре таких есть. Больших. Это убивает комаров. Что ты делаешь в руки? Что у тебя в руки? Смотрите, какая круто. Мы уже были в машине. И уехали со стоянки. И Нибарей сказал, я не хочу, чтобы этот день заканчивался. И мы вернулись. Потому что мы в торговом центре ещё не были. Так что мы туда. А я голодная. Кстати, напомню вам, что сегодня суббота. В субботу взяли большинство магазинов закрыты. Но некоторые вот торговые центры открыты. Это один из них. Теперь мы идём кушать. В ресторан называется Джилав. И во-первых, это сеть. Это очень старая сеть. Мы тут кушали... Сейчас я точно из тех пор, как я с Бареем. Мы сюда не заходили за точно. Но не здесь, а в Травиве есть тоже. Но я и моя подружка Страв обожали Джилав. И за супа, который тут... Не знаю, сколько ещё есть. Был тумьян. Но мы его очень любили. И мы потом перестали смотреть. И тут не очень большой выбор. Ресторан, поэтому мы зашли сюда. Но я, кстати, очень соскучилась. Так что, если тут есть тумьян, я обязательно его закажу. И ещё что-нибудь посмотрим. Ещё я спала Аннабе. Мы идём в ресторан Джираф. И там кушают джирафа. На горе Финн. Я хочу. Хотя мы на прошлый неделе были в зоопарке и видели джирафа. Я только что вспомнила, что я тут очень любила павлова. Десерт. И он тут ещё есть. И вообще-то всё в меню почти не изменилось. Тут только 2, 3, 4 иного порций. Но нет. Просили карандашиков и то, что нам привезли. Это нормально. Вот это тот самый супчик. Кетчуп. Галибе кетчуп. Это много, но много. Это другой супчик. Это кетчуп. Это кетчуп. Это кетчуп. Та-да. Та-да. Очень волнительный момент, ребята. Вот это готовится моё кофе. Но мы слышим и видим, что она не очень смогла с ним справиться. Очень волнуюсь по этому поводу. Я так устала. Я очень хочу вам показать, что мы накупили там гармоники. Пока что мы будем ложиться спать. Хорошо? Угу. 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 Продолжение следует...